Здравствуйте, с вами, ребята, с вашим местом. Сегодня я веду зайца белого, как я уже расскажу вам о тигре. На солнечной поляре полосатого тигра заметить не трудно, но в зарослях полосы скрывает тигра, как шапка-невидимка. Даже опытный охотник заметит его, и в трех шагах тигр не речит так громко, как лед. Зато голос у него более приятный для слуха, мелодичный. Его далеко слышно, тигр очень хитер. В Индии говорят, тигр после слона самый умный зверь, джунгл. Рассказывают также местные жители, будто подражая криком оленю, тигр принимает его. А когда гонят обезьяны, речит страшно. Они пугаются, прыгают с дерева на дерево, и часто от страха падают на землю. Но тут он их не хватает. Но обычно тигр охотится на диких свиней. Даже и олени голодные, если черепа, дни, ячерик, мышей. Даже и саранчу, и кедровые орехи. И за лягушками забавно шлепает по болоту, прыгает на них, как кошка на мышь. Сколько поймает, сколько съест. Для голодного это все-таки добыча. Тигр очень чистоплотный цвет. Добычу, прежде чем съесть, потрашивает зубами все остеида за кролика. Или улитку может начисто щипать, не повредив кожу. А когда поест, получит зубы и рот в воде. Тигр воду любит. Нередко в жару лежит в ручьях и прохлаждается. Из всех кошек только тигры и ягуары переплывают в большие реки. И бывает, подплыв незаметно кидаются на людей в водках. Впрочем, рысь к этим тоже к воде неравнодушна. Любит купаться на широкую реку, переплыть ей не по силам. Тигры водятся только в Южной Азии. У нас в Кавказе, Средней Азии и на Амуре встречаются редко. До свидания. С вами была программа «Животный мир». Любите животных и подписывайтесь на наш канал. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok